Докуратер Давайте начну с момента докуратер. Так получилось, что я с 2000 года занимался консалтингом и консультировал разных людей, организаций, как строить распределенные сетевые приложения и сети. И в 2008 году так получилось, что тот проект, которым я занимался, это был товарный поиск. Мы не продались Майкрософту. И из моего предыдущего опыта, кризис это всегда время, когда можно заняться чем-то, что интересно тебе, для души. Потому что все равно большой бизнес делать в этот момент не самая удачная идея. И вот в 2008 году мы решили позаниматься исследованием проблематики ДДОС. К тому моменту у меня уже была накоплена некоторая база, некий опыт, потому что мои заказчики с проблемой сталкивались регулярно. Ну и хотелось изучить проблему фундаментально, поэтому я пришел к своему руководству в Московский государственный университет и сказал, смотрите, есть такая штука, электронное правительство. И электронное правительство, это значит, в интернет идет критическая инфраструктура. Потому что, с одной стороны, если вы не сможете посмотреть фото котиков, одна история. Если вы не можете обратиться в налоговую, решить с ней свои проблемы, совсем другая история. А с защищенностью правительственных ресурсов у нас дела обстоят крайне плохо. Ну и просто продемонстрировал. Я помню, у меня была на ладони к Nokia 900, на ней был написан небольшой кусок C-шного кода, сокстресс. Я прям по GPRS-связи тестовый сайт, который делал мой знакомый, вывел из строя на несколько секунд. Потому что такая была реализация TCP и IP там использовалась. Руководство согласилось, я притащил в университет свое оборудование. Команда была университетская, университет предоставил инфраструктуру сетевую, за что ему огромное спасибо. Но изначально план был, что мы сейчас наработаем подходы к решению проблемы. И следом получим на университет федеральное финансирование, чтобы уже заниматься этой проблемой не факультативно, а профессионально. Вот, это было начало. Я могу даже назвать дату. Это было 22 июня 2010 года. Мы приняли на университетскую сеть атаку, которая превышала возможности магистрали сети. И университетская начальство сказала, Саша, все это, конечно, очень интересно. Но хорошо, что это 22 июня произошло, потому что учебный процесс закончен, каникулы. В период семестровый этого, конечно, мы не можем себе позволить. Поэтому нужно что-то делать с проектом. Или находить финансирование, или закрывать его. То есть, передвигать нашу площадку фильтрации сети университетом. Но это был переломный момент. Я понял, что что-то с этим нужно делать. Ну и плюс ко всему, интересный факт о той атаке. Производительности сети не хватало. Наш фильтр работал на десятые доли процента загруженности. Проигрывать я очень не люблю. Поэтому мы решили, я решил, что те накопленные средства, которые у меня есть, я просто вложу, построив следующий шаг. Это был, естественно, распределенный сети. Первый этап распределенной сети. Тогда мы поставили три точки присутствия в России. Все в России. И запустились в коммерческую... То есть, решение о создании компании возникло 22 июня. Меня, по факту, поставили перед выбором. Либо мы закрываем проект, либо я переношу оборудование с университетской сети. И сделать это, не имея федерального финансирования, было невозможно. Поэтому я инвестировал, собственно, накопленные средства в то, чтобы построить распределенную сеть. Это было на первом этапе три площадки. Все из них находились в России. И уже первого сентября мы запустили эти площадки в эксплуатацию. Я тут улыбнусь. И прокомментирую это следующим образом. Смотрите. Со мной есть слайд, который гуляет на всех... Практически в каждой презентации, которую я даю, Который мы пытаемся сформулировать, как мы классифицируем DDoS-атаки. Это четыре уровня. Транспортный уровень, Уровень инфраструктуры сети, TCP, IP, Endpoint, Stack И уровень приложений. Начнем с самого первого уровня транспорта. Переполнение канала. Самый простой и тривиальный способ И атаковать, И защищаться. Казалось бы, Ну, тебе просто достаточно иметь эту полосу, да? В качестве контрпримера, Потому что эта задача тривиальная, Приведу следующую иллюстрацию. Реальная история с заказчиком. Заказчик располагается в крупном российском дата-центре. Дата-центр декларирует, Что у него есть 600 гигабит внешней связности. Это действительно так. Действительно присутствует набор интерфейсов физических, Емкостью 600 гигабит. Но на самом деле, Это не что-то единое. Это дискретные интерфейсы, По которым трафик распределяется по какой-то алгоритмике. Что контролирует этот алгоритмик? Это и низкоуровневые механики типа LACP, И высокоуровневые типа маршрутизации, Например, BGP. И тут, как обычно, дьявол в деталях. Самые важные стыки межоператорские у этого дата-центра, Они, естественно, и самые загруженные. В реальности охватило атаки, Слегка превышающие 30 гигабит в секунду, Для того, чтобы сделать нашего заказчика в этом дата-центре, И все остальные ресурсы в этом дата-центре, Недоступными для самой важной части аудитории, Для большинства аудиторий. Люблю приводить такой пример. Атака на полосу. Это как удар кулаком в лицо. Больно. Ощутимо сразу. Но стоит кулак распылить, И это уже не настолько ощутимо. Да, вы почувствуете, Но вы это перенесете. Не случится нокдауна. Нокдауна не случится, Но как именно распределить трафик? Задача не такая тривиальная. Внутри сети, Там, где вы контролируете свои стыки, Там, где вы контролируете механику посева по физике, Например, в LCP-стыках, Там все просто. Если мы выходим на уровень магистральной, Межоператорской связанности, Тот самый протокол BGP, Border Gateway протокол, В текущей своей имплементации, Он больше похож на черную коробку, У которой есть метод управления, На самом деле только одна ниточка, Спас-Припент. И она работает совершенно неочевидным способом. Почему? Потому что так устроен дизайн протокола BGP. Пытаюсь объяснить просто. BGP это стандартный дистанц-вектор протокол, Казалось бы, Но на самом деле он отражает в себе Не столь топологию сети, Сколь материальные отношения Между участниками сети. Так называемый Local Prev Это, по сути, и есть синтетическая метрика, Которую операторы используют для того, Чтобы банально, естественно, Для любого бизнеса заработать больше денег. И Local Prev имеет существенно, Локал Prev имеет более высокий приоритет, Чем ваш единственный метод управления Аспас. Мы это прекрасно понимали Еще в 2008 году, Поэтому у нас появилась Крайне интересная машинка, Которую мы назвали внутри себя Радаром Азимова. Машинка является собой Немного, немало модель интернета, Очередную модель интернета, Которая моделирует связанность сети На межоператорском уровне. Грубо говоря, она в состоянии решать Задачу Предсказания пути трафика Из любой точки интернета До любой точки интернета. И это позволяет нам Строить нашу сеть не эмпирически, Как делают сейчас большинство операторов В связи. А используя математическое моделирование, Мы точно знаем, Где нам нужно поставить Следующую точку на карте, Так, чтобы она была Эффективна и с технической точки зрения, И с бизнесовой. Это только первый самый Базовый уровень. Дальше, если двигаться вверх TCP IP, Стоит машина, Стоит машина устаревшая, Стоит машина, При разработке которой Использовались, Использовался неформальный Неформальный подход, Сдизайнена эмпирически, Даже тот самый Знаменитый алгоритм нагля, Растем линейно, Падаем экспоненциально, По скорости передачи. Он тоже был выведен На кончике пера, Чисто эмпирически. Наглюб показалось, Что так будет хорошо, И в принципе, Так было хорошо Достаточно долгое время. Стоит машина устаревшая, Имеющая кучу уязвимостей, Которые тоже можно Проэксплуатировать. Поэтому, То, что нам пришлось Дальше сделать, Мы переизобрели Для себя TCP IP. Следующий уровень Это инфраструктура, Инфраструктура сети. Инфраструктура сети Это тот интеллект, Который принимает решения О том, Как именно Обрабатывается И перенаправляется Пакет. Он тоже может быть Атакован, Потому что Алгоритмы маршрутизации, Алгоритмы кэширования Маршрутизации Могут быть В свою очередь Подвергнута Подвергнута Атаке на отказ В обслуживании, Либо Подвергнута Обычной атаке С подменой Аутентичной Раутинг информации, Что тоже может Привести К печальному Финалу Отказа в обслуживании Для конечных Пользователей Легитимных. Если вы можете Отправить Пакет Сетевому Оборудованию, Которое То должно Принять И как-то Обработать, Наверняка Вы можете Найти Краеугольные Случаи, Которые Заставят Это оборудование Тратить Все Свободное Время Процессорное На обработку Ваших Данных ДДОС И Кстати, На мой взгляд Наиболее Перспективный В ближайшие Несколько Лет Техника Проведения ДДОС Атак Но Помимо Того Чтобы Просто Выводить Оборудование Сетевой Сети Из строя Можно Еще Подвергнуть Таблице Машутизации Несанкционированному Воздействию То есть Поменять Непредусмотренным Способом И тут Опять Смотрим Протокол BGP Версия 4 Изобретен В позапрошлом Десятилетие Введен В эксплуатацию Изобретен В версии 4 В позапрошлом Десятилетие Устаревший Крайне Уязвимый И нам Это было Очевидно Еще в 2008 Году Но К сожалению В отличие От предыдущего Уровня Здесь Невозможно Этот протокол Переписать Потому что Переписав Только свою Часть Мы Изменим И обеспечим Устойчивость Только своей Сети Что мы Собственно Говоря И сделали Но Весь остальной Интернет Нам не Подконтролен Его Мы можем Либо Мониторить На предмет Злонамеренного Воздействия Что мы Собственно Говоря И делаем Для всех Наших Заказчиков Используя Тот же Самый Радар Либо Изменить Этот Интернет Что мы Тоже Сейчас Делаем И Здесь Есть Единственный Способ Которого Я Лично Дико Боялся И продолжаю Бояться Потому что Если вы Хотите Сделать Новый Интернет Стандарт У вас Есть Только Одна Дорога Вы Должны Написать Драфт Этого Стандарта Податься С ним В ITF Интернет Инжиниринг Таскфорс И Убедить ITF И Свою Воркгруппу И Всех Операторов Связи И Инженеров Которые В ней Работают Что Вы Делаете Правильное Дело Которое А Решает Проблему Б Делает Это Эффективно Ну И Последний Уровень Аппликейшн Уровень Это Уровень Приложения Приложениями У нас Сейчас Большинством Сетевых Приложений Абсолютным Большинством Являются Приложения Использующие HTTP Это Не Только Веб Очень Много Других Приложений Используют HTTP Для Своего Транспорта И Здесь Я Приведу Такую Простую Историю Которую Я Очень Люблю Рассказывать Потому Что Легко Понять Масштаб Проблемы В 2008 Году У меня Была Очень Простая И Понятная Идея Чем Отличается Робот От Неробота Я Считаю Что CAPTCHA CAPTCHA Является Очень Грубым Инструментарием CAPTCHA В Советском Союзе Роботы Решают CAPTCHA Гораздо Лучше Чем Люди Она Раздражает Меня Лично И В принципе При Определенных Подходах Ее Можно Легко Обойти В том числе В полностью Автоматическом Формате Это Было Очевидно Что Такие Методы Прохода CAPTCHA Возникнут Было Очевидно Еще В 2008 Году Поэтому В качестве Основной Идеи Я Выбрал Простую Идею Роботы Видят Веб Страницы Совсем Иначе Чем Люди Когда Открываете Веб Страницу Вам Первое Требуется Время На то Чтобы Обработать Ее Содержимое Второе Вы Реагируете Вполне Определенным Эмоциональным Образом На содержимое Страницы На ее Оформление И В качестве Реакции Вы совершаете Какие-то Действия С этим Приложением И Дальше Я взял Эту простую Идею Собрал Данные На тех Веб Приложениях Которые Были Мне Доступны И Гипотеза Подтвердилась Люди Ведут Себя Совершенно Предсказуемым Неслучайным Способом Если Вы Представите Себе Веб Сайт Как Вершенно Ориентированный Граф Циклический Огромный Где Каждая Страничка Есть Узел Графа Каждый Элемент Есть Лепесток И Заложите В Переходы Две Величины Время И Вероятность Перехода Время Которое Требуется На То Чтобы Совершить Переход И Вероятность Перехода Вы Обнаружите Очень Быстро Что Люди Ведут Себя Вполне Предсказуемым Образом Они Явно Отличаются От Ботов Причем Неважно Каких Даже Если Вы Напишите Робота Который Будет Свершать Случайные Переходы Либо Какие-то Другие Переходы Это Будет Отличаться От Человека Ровно Потому Что В фундаменте Лежит Простая Идея Роботы Видят Веб Страницы Иначе Чем Люди И Эта Алгоритмика Легла В Основу Этот Подход Мы Использовали Как Самый-самый Первый Алгоритм Для Выделения Для Обнаружения Аномалий И Их Купирования Почему Так Легко О нем Можно Рассказывать Потому Что Если Вы Представите Себе Современный Веб-сайт Это Сотни Тысяч Веб-страниц Представитесь Построите Против Этих Сотен Тысяч Веб-страниц Карту Для Каждого Пользователя Вы получите Объем Данных Которые Невозможно Уместить В Доступном Сейчас Коммерческой Объеме Памяти Естественно Мы Как-то Научились Этот граф Схлопывать Не теряя При этом Существенных Данных И это Было В 2008 Году С тех Пор У нас Появилась Команда Математиков Отдельная Это Четыре Человека Которые Занимаются Исключительно Алгоритмикой Обнаружения Аномалий И Выделения Аномального Трафика Я могу Сказать С гордостью Уже Что Вот Тот Алгоритм Про который Я сейчас Рассказал Он По Итроспективе Кажется Мне Чрезвычайно Примитивным И Неэффективным К счастью К счастью В нашей Команде Наверное С математикой У меня Хуже всех Смотрите Вот Я Перечислил Там Про Атаки На полосу На транспортный уровень Атаки На инфраструктуру Сети Атаки На TCP IP Стэк И Атаки На приложение С полосой Все просто Казалось бы Просто Как только Вы научились Распылять Атаку Она Перестает Быть Для вас Предоставлять Для вас Существенную Сложность Потому что Как правило В этих Атаках Все Необходимые Данные На основе Которого Вы можете Принять Решение По трафику Хороший Он Или плохой Содержатся В теле Одного Пакета И Мы Считаем Этот Класс Атак Самым Тривиальным Как только Вы решили Задачу Того Как Грамотно Распылить Трафик Но для того Чтобы Грамотно Его распылять Нам пришлось Построить Модель Интернета В начале Десятых Годов Двотнеты Действительно Были Самой Популярной Методикой Для проведения ДДОС Атак Но в Тринадцатом И Четырнадцатом Году Произошел Драматический Сдвиг В моду Вошли Атаки Класса Amplification Это Атаки С использованием Протоколов Интернет Протоколов Со Сломанным Дизайном Как правило На базе UDP Которые Позволяют Которые Позволяют Правителю Получить ответ Кратно Превосходящий Сам запрос И Этот Текущий Тренд Угроз ДДОС Угроз Это То Что Происходит Прямо Сейчас И Когда Вы Слышите Про Атаки Со Скоростями 100 300 400 500 Гигабит Будьте Уверены Что Это Атаки Класса Amplification С Использованием Техники Которую Я Описал Даже Вот Этот Тренд Который Мы Сейчас Наблюдаем Он Уже Прошедший Тренд Он С Он Находится В жестком Деклайне Начиная С 2016 Года Этому Есть Вполне Понятные Объяснения Дело В том Что Эти Атаки Превышающие Сотни Гигабит Создают Проблемы Не только Жертвам Но и Всем Окружающим В том числе Операторам Связи И Операторы Связи Сильно Озаботившись Этой Проблемой Такие Сервисы Которые Можно Использовать Для Проведения Амплификейшн Атак У себя В сетях Купируют Имеем Классическую Картину Конечный Ресурс У которого Тренд Понижающий Его Конечный Ресурс Количество Которого С каждым Днем Становится Все Меньше И Меньше Доступное И Растущий Спрос На него Это Скрипт Кидис Который Использует Технику Для Проведения Атак Имеем В конечном Итоге То, что Имеем Сейчас Количество Атак Растет Максимальная Амплитуда Падает И На мой Взгляд Вот уже Идет Прямо Сейчас Разворот Тренда И Великолепно Это Иллюстрирует Атака Недавняя Успешная Атака На Близзард Которая Достигла Своей Цели Несмотря На то Что Близзард Считал Что Они Супер Готовны Несмотря На то Что Близзард Прикрывал Немного Немало AT&T Атака Была Проведена С Интернет Of Things На самом Деле Всякие Сборная Солянка Мелких Устройств С Дырявыми Прошивками Которые Атакующая Сторона Собрала В кулак И Провела Успешную Атаку На Близзард Так Что Тренды Постоянно Меняются Одно Только Могу Сказать Что Мы Компания Инженерная Поэтому Для нас Важны Инженеры И математики А еще Лучше Если Человек Совмещает В себе И то И другое Минимальное Требование У нас Человек Должен Математики Не бояться Если Ты Не боишься Математики Это Уже Неплохо Если Ты Любишь Вот Так Вот Я Сейчас Могу Выделить Несколько Групп Которые У нас Работают Своими Специализациями Первое Это Безусловно Математики Это Задачи К Кластеризации Задачи Анализа Данных Причем Часто Бывает Что Это Приходится Делать Близко К Реал Тайм Или Даже В Реал Тайм Следом Идет Группа Это Низкоуровневое Программирование И Программирование ПЛИС В СПЖ Это Инженеры Которые Могут Писать Эффективный Код Быстро И Качественно Здесь У нас Как правило Приживаются Люди С опытом Спортивного Программирования Как ни странно Следом У нас Идет Команда Которая Пишет То что мы Называем Инфраструктуру Инфраструктурой Это Собственно Говоря И есть Движок Куратора И здесь Важен подход Прагматичный Такой Должен быть Deutsche Engineering С пониманием Того Что мы С этим Кодом Будем Делать Дальше Модульная Инфраструктура Способность Заглянуть В терминах Развития Своего Кода Не только В завтра Но и В послезавтра Потому что Эти люди Пишут Код Который Обрабатывает Тут Кстати Интересное Замечание В отличие От многих Других Решений Мы Стоим Онлайн То есть Мы Обрабатываем И работаем С трафиком Наших Заказчиков Постоянно Каждую Секунду Если Где-то У нас Возникают Проблемы Заказчики Об этом Это Непременно Почувствуют И Это Выльется В конечном итоге В потере Поэтому Качество Кода И Качество Инфраструктуры Качество Архитектуры Но Требования К этому Качеству Они В общем-то Космические То есть Оперировать Куратором Это Сродни Полету В космос Ничего Не должно Отказывать Если Какой-то Из модулей Выходит Из строя Система Автоматически Как правило Диагностирует Его Вводит Из Из Обслуживания По крайней мере К этому Мы стремимся Это Инфраструктура Рядом Есть еще Группа Сетевиков И математиков Одновременно Которые Разрабатывают И строят Машинку Радара Модель Радара И По сути Это Такой Внутренний Продукт У которого Мы являемся Единственным Заказчиком Потому что Именно Эти люди Говорят Где И Когда Зажгется Следующая Точка На Глобусе Где Мы Запустим Следующий Центр Очистки Трафика Хостинги И Телекоммуникационные Компании Для нас Это В текущем Положении Дела Однозначно Партнеры Мы Просто Не Рассматриваем Их Как Конкурентов И Как я уже Говорил Сама Проблематика Она На Крайне Динамичное Поле Игры Мы Если Вы Посмотрите На Ситуацию В ретроспективе Вот Появление Проблематики Додос Появились Появилась Проблема Додос Появилась Эффективная Механика Синфлат Направленная На TCP IP Стек Как Отреагировала Индустрия Бернштайн Придумал Синкуки Их Можно Было Включить Прямо На Хосте И Эффективно Решить Проблему Скорости Синфлада Росли Обычное Оборудование Обычные Сервера Перестали Справляться Появились Коробочные Решения Которые Вставали Где-то В стек В стойку К Заказчику И К Коробке Которая Моргает Лампочками И Называется Firewall Добавилась DDoS Mitigation Коробка Скорость Атак Пакетрейт Атак Продолжала Расти И Тот Канал Который Приходил В Корпоративный Дата Центр Или В стойку Заказчика Он Перестал Уже Справляться Рынок Отреагировал На это Следующим Образом Устройство Услуга Оборудование Мигрировали В сеть Операторов Связи И Это Вот То Состояние Дела В котором Вы Говорите Что Мы Одновременно С операторами Связи Являемся И Партнерами И Конкурентами Это Это Уже Ретроспектива Скорости Атак Продолжали Расти И За Последние Десятилетия Они Выросли На Порядок Или Даже Порядки Для Примера Можно Сказать Что Та Атака Которая Способны Выдерживать Такие Атаки Почему Логика Развития Сети Оператора Связи Как Выглядит Бизнесовая Логика Бизнесовая Логика Выглядит Так У меня Есть Заказчики Например В городе Одинцово Великолепный Подмосковный Город Дотяну Ко Я туда Волокно Дотягивается Волокно Ставится Аксесс Левел Подключаются Заказчики Заказчиков Становится Больше Туда Тянется Ядро Сети Оттуда Уходят Лучи Следующего Аксесс Левела Оператор Связи Всегда Тянется За Своей Клиентской Базой Это Встроенная Логика Развития Сети Оператор Связи Развивая Свою Сеть Обязательно Строит Магистраль Это Волокно Это Много Волокна Это DVD И Это Безусловно Дорого Очень Дорого Как в любом Любом Деле Главное Не Расшибить Лоб Точка Должна Себя Оправдывать Она Должна Быть Расположена Оптимально Есть У нас Коллеги Которые Гонятся За Количеством Этих Точек По миру Это Нужно Четко Понимать Что Это Не Больше Чем Маркетинг На Самом Деле Имея Кратное Меньшее Количество Точек Покрытие Сети Мы Имеем Сравнимы Значит Что Расходы На Эксплуатацию Сети Существенно Ниже И так Далее И так Далее Ну вот Если Сейчас Эта Информация Открыта Я могу Перечислить Вы В том же Радаре Можете Прийти Сделать Запрос Прокюрейтор Увидеть Все Наши Точки Присутствия По Операторам Связи По Географии Я Перечислю Сан-Хосе Даллас Эшборн Амстердерн Стокгольм Россия Россия Казахстан Гонконг Ну и В планах До конца Открыть точки Присутствия В Токио И Сингапуре Без них К сожалению Наше присутствие В Юго-Восточном Юго-Восточной Азии Не является полным И На следующий год Наверное Будем смотреть В сторону Южной Америки В 2011 году Да Приключилось Интересное событие Которое Наделало Много шума В прессе Но На бизнесе На самом деле Не сильно Сказалось Это были Выборы Это были Выборы Барламентские В России В принципе Мы понимали Что Общество Идет К выборам В достаточно Нагретом Состоянии Что Будут Какие-то Возмущения И выступления Нужно Понимать Что Такой Состоявшийся Факт Мы живем В информационном Обществе Возможность Заблокировать Распространение Какой-либо Информации Пусть даже И временно В критический Момент Когда общество Проходит Через Какие-то Критические Точки Свои Может сказаться На результате Выборы Отличный Пример Поэтому Мы к ним Готовились Мы понимали Что что-то Будет Месяц До выборов У нас Были Отменены Выходные Мы работали Семь дней В неделю 24-часовое Дежурство Было Но все Прошло Крайне Спокойно Было Все Тихо И В воскресенье Выборов Я решил Раз все Закончилось И все Замечательно Я пошел С семьей В театр Собственно Говоря Начало Представления Первых 15 минут У меня Начинает Звонить Телефон Я Его Поднимаю И Понимаю Что для Меня На сегодня Вот Там Театр Закончился Начался Другой Театр Взял Ноутбук И бегом Побежал В ближайший Старбакс 24-мя Часами Позже Мы Собрали У себя В сети Фильтрации Все Какие Только Можно Российские СМИ Которые Принято Называть Независимыми Журналисты Это Такой Очень Очень Плотный Очень Единый Комьюнити Я так Понял Что О нас Они Дальше Узнали О том Что Как Это Работает Кому Нужно Звонить Просто Общаясь Друг С Отличным Мы К К К К Этому Событию Были Готовы Технически Все Все Было Вполне Предсказуемо Каких-то Вот Прям Хайлайтов Таких Особых Я бы Не Привел И Кстати В тот В тот В тот же Момент Такое Еще Интересное Было Событие К нам Пришел Человек Который Представился Корреспондентом Wall Street Journal Очень Милый Тип Который Где-то Два Часа Задавал Мне Очень Въедливые Вопросы Вот Я Сначала Не Поверил Думал Что Это Какая-то Разведка Индустриальная Может Быть Вот Когда Статья Статья Не вышла Там На следующей Неделе Я уже Про это И забыл Через Месяц После События У нас Вышла В заметку Wall Street Journal Бумажная Версия У меня Даже Такая Газета Дома Лежит Которая Выглядела Вообще Как Мне Позвонили Друзья И сказали Саша Поздравляю Отличная Джинса На что Я удивился Говорил Ребята У меня Нет денег Купить Wall Street Journal Листа У нас Получилось Уверенно Занять Сильные Позиции В России Недавно Форбс Выпускал Свой Рейтинг Топ 50 Российских Интернет Компаний И Семь из них Это Наши Заказчики На мой взгляд Такая цифра Говорящая К сожалению К сожалению Рейтинг Семь из них Безусловно Мы Ощущаем В России Присутствие Ростелекома Ростелекома Традиционно Компания Которая Обслуживает Госзаказчиков И госкорпорации Но Имея Уже Готовое Под этих Заказчиков Оборудование Инфраструктуру Вполне Успешно Предоставляет Его Коммерческим Заказчикам Мы их Тоже Ощущаем И Нам Приходится Прикладывать Усилия Чтобы Получать Заказчиков Именно К себе На сеть А не На сеть Ростелекома Потому что У операторов Связи Безусловно Есть Преимущество У них Заказчик К их сети Как правило Уже Подключен Также Есть Огромное Количество Стартапов Причем Ситуация Эта Не Меняется На протяжении Последних Наверное Лет Семи Точно Я Помню Что В десятом Году Когда Мы Стартовали Я Практически Каждый Месяц Иногда И Несколько Раз За месяц Слышал Про Компанию Которая Выходит На рынок Этих Стартапов За рубежом В России Стартапов Много За год Стартует Минимум Одна Чаще Сего Две Компании Которые Занимаются Выходят На рынок С сервисом Защиты От Додос Поэтому На лаврах Здесь Нам Почевать Просто Никак Не Можно Однозначно Но Российский Рынок Нами Горячо Любим Он Нам Понятен Мы Здесь Умеем Хорошо Продавать Он Конечен И Его Границы Мы Почувствовали В этом Году Именно Мы Предсказуемо Почувствовали Эти Границы Именно Поэтому Мы Начали Нашу Международную Экспансию В России Ситуация Очень Похожа На Международной Ситуации Но Только В миниатюре И Есть Традиционно Как бы Несколько Классов Продуктов Как я уже Говорил Про эволюцию Сначала Была Коробка Которая Стояла У заказчика В стойке Потом Она стояла У оператора Потом Появились Облака Коробочные Решения Традиционные Это Arbor Radware И Наверное Еще Китайский NS Focus Есть Куча Мелких Игроков Но Это Тройка Лидеров Есть Операторы Которые Предоставляют Услугу На базе Своих Коробок Это Практически Любой Крупный Оператор И Level 3 И Deutsche Telekom И TI И так Далее Есть Компании Специалисты Которые На основе Чужого Оборудования Предоставляют Услугу Сторонних Вендоров Предоставляют Услугу Защиты От DDoS Это Однозначно Пролексик Иакамай Пара Это Нео Стар И Это Верисайн И Есть Новая Волна Компаний Которые Тоже Предоставляют Компании Специалисты Облачные Предоставляют Услугу Но В отличие От Предыдущего Поколения Они Сами Разрабатывают Свой Технологический Стэк За Рубежом Это Клоуд Флэр И Капсула Которая Была Приобретена Относительно Недавно Им Первой В России Это Мы И Касперский В Азии Можно Еще Назвать Такого Интересного Игрока Как Nexus Guard Давайте Я Поколение До Меня Оно Полетело В космос Добралось До Луны Мое Поколение Результаты Смотрятся Как Результаты Неудачников Ну Мы Построили Интернет Существенный Кусок Российского Интернета Я Тоже Принимал В этом Участие С самого Старта Еще до Появления МСКХ Но Интернет На данный Момент Я Сказал Охарактеризовал Его Состояние Как Он Сломан Его Очень Легко Сломать И Очень Легко Манипулировать Не Важно Будь то Преступник Государство Отдельно Взятые Либо Политический Блок На мой взгляд С точки зрения Именно Эволюции Человека Ситуация Человечества Ситуация Абсолютно Недопустимая Интернет Это Новые Медиа Это Наш Коллективный Разум Я Очень Не хочу Чтобы Человечество Сошло С ума Опять Поэтому Его Нужно Срочно Срочно Починить Чем Скорее Тем Лучше Причем Когда Мне говорят Ну вот Я только что Выпустился Из университета Что я могу Сделать У меня Есть Отличный Пример Это Наш Интерн Женя Богомазов Который До сих пор Учится В Московском Государственном Университете Капультета ВМК Женя Пришел К нам Как Практикант На лето А сейчас Является Автором Существенной Части Того Драфта Изменения В протокол BGP Это Иллюстрирует Что Даже Имея За плечами Всего-навсего Университетское Образование Но Имея Путливый Ум И Самая Главная Заинтересованность Можно Прийти И Сделать Интернет Лучше Уже Сегодня Вопросов На самом Деле Много То есть Когда мы Говорим Про BGP Сейчас Мы говорили Про BGP Потому что Это Для Для меня Вот Сегодня Наверное Один из Самых Важных Вопросов Потому что Мне Не дает Спокойно Спать Ситуация Когда В ответ На угрозу В строке Mitigation Мы ставим Прочерк Решить Угрозу Никак Нельзя Без Смены Протокола Но Помимо Маршрутизации Есть Еще Такие Большие Пласты Как Транспортный Уровень Как Авторизация Аутентификация Все Это Тоже Требует Существенной Работы К сожалению Большинство Бизнесов Крупных Бизнесов Которые Существуют В интернет Такие Как Например Тот же Google Или Microsoft Они Несколько Подуспокоились Ну Как бы Работает И не Трож Но Если Провести Вдумчивый Анализ Возможных Перспективных Угроз Еще раз Повторюсь Текущее Состояние Интернета Он Сломан И Им Очень Легко Манипулировать Что Собственно Говоря Делают Разные Люди И Организации Регулярно Это Нужно Исправить Интернет Должен Стать Безопасным Игровым Полем Для Всех Участников С Правильными Понятными Симметричными Правилами Точка